Физкульт-привет! Я бегаю трусцой. У меня очередной джоггинг, регулярный джоггинг. Я сейчас улучшаю качество своей жизни. Это моя привычка, без которой я уже жить не могу. Бегаю очередной выброшенный в чертовой матери велосипед. Я всегда бегаю натощак. В основном с утра, после ночного голодания, когда инсулин спокойный, максимально понижен, потому что ночью, когда мы спим, инсулин очень низкий. Это говорит о том, что энергия на то, чтобы жить, она все равно организмом расходуется, берется из жировых клеток. Потому что сахара перед засыпанием вечером, инсулин старается максимально понизить. Тут важно не есть углеводы перед сном. И с утра я выбегаю натощак. Когда всю ночь жиры расходовались, я сейчас бегу, энергию беру на пробежку. То же самое из жиров. Высокоинтенсивные тренировки, они требуют гликолиза, энергии из гликогена брать. А вот такие вот длинные, циклические, нудные пробежки, тягомотные в одном темпе, они как раз берут из жиров энергию. Поэтому у меня двойной удар. Ночной сон спокойный. И в продолжении этого процесса жиросжигания еще и пробежка. И еще в течение 24 часов мой организм будет поедать опять же жиры. У меня будет пониженное желание наедаться. Это физиология. Поэтому я от всей души советую, если вы прекрасно себя чувствуете с утра натощак, что можете пробежаться, бегите обязательно. Или пройдитесь хорошим темпом. Это тренировка часовая, 45-минутная. Но еще лучше липолиз запустит расщепление жиров. Липолиз – это расщепление жиров. Жировые клеточки расщепляются, и окисление жиров происходит лучше. То есть эти жировые клетки организм берет на энергию вот этой пробежки и после, на восстановление сил. И пробежки натощак запускают липолиз, улучшают окисление жиров. Поэтому рекомендовано бегать именно медленно. Это процесс. Жиры окисляются только на низкотемповой кардиотренировке. Низким темпом. На высоком интенсиве любой тренировки нужна энергия гликолиза. Нужны сахара. Это будет хорошо тем, кто хочет похудеть по большим мышцам. Если есть разные составы тела, у кого мышечный состав тела, у кого много мяса, мышечная масса, тем надо заниматься высокоинтенсивными тренировками. Хочешь, не хочешь, такой выход. Тогда стухнут мышцы. Мышечная масса, тем больше из них можно брать вот этих сахаров. Конечно, они будут уменьшаться. Животик, кузико, вокруг талии спасательный круг. К тому нужны низкотемповые тренировки, кардиотренировки длительные на низком темпе, безостановочном. Минимум 45 минут. Тогда липолиз, тогда окисление жиров, тогда ночь. Мы кушаем жиры. Тренировка. Мы питаемся жирами. После тренировки мы восстанавливаемся на жирах. И аппетит снижается. Когда ты знаешь физиологический процесс, тогда, наверное, легче настроиться. Тогда легче себя взять в руки. Если ты не просто бежишь, и тебе тяжело, ты знаешь, как нужно и зачем. Мне кажется, это в два раза облегчает страдания в таких тренировках. Мои страдания уже давно позади. Я для себя давно набрала эту выносливость, чтобы бегать свой час. И больше у меня есть запас прочности. И вот только я могу себя тренировать именно вот так, как нужно. Поэтому, наверное, я пробежчик индивидуал. Групповые занятия – это для общения. Но основные занятия у меня индивидуальные. Потом мы стоим. Искуль, привет! Я бегаю тросцей. – Искуль. Паруский. Я бегаю тросцей.